Всем привет! Мы тут приехали к Михаилу на хутор в замужье. Спасибо, что меня пригласил. Мы тут немножко покулинарим. Можно что-нибудь еще поснимаем, то, что мы кулинарим. Так что поехали! Нам любезно предоставили поросенка, которого мы будем сейчас пытаться запекать на углях, если это получится. Но с таким-то штативом, я думаю, мы это сделаем. Итак, для начала разбираем свинку вот так и просовываем. Что это у нас? Я не знаю, что это у нас. Ты сказал, пока я это не сделаю, не поедем. Я сегодня это сделал. Это большой шампур. Так, просовываем. Я буду крутить. Нет, а ты... Не, не, стой, стой, стой. Стой, все. Все, все. Совай. Совай. Так, все, замечательно. Михаил тут подсчитал, как с ринейкой бегал, я не знаю, может, мерил его. Дырочки. Нет, за подножку. Мы просовываем. Хотелось бы вот так просунуть. Я заточил. Береги руку, Сеня. Молотка бы, наверное, нести надо. Молотка? Я как чувствую себя в операционной... Как он называется? Ассистент. Ассистент, да, вот. Ассистент. Вот их. Не попадем. Попадем. Пойдем. Люди ночью попадают. О, попал. А дырка-то узенькая. Да. Тяжка. Молоточек. Я, понял, бегу. Я хотел деревяшечкой, но пришлось молоточком. Ну ладно. Чуть промазали. Давай. Все, все, отлично. Не надо, не будем дарки лишние делать. Ну, еще две. Одно. А их две. А их две? Подожди. Надо подумать, чтобы красиво было. Подумай. И так. Тут он подойдет, смотри. Я думаю, может кожу нам... Вот так сделать. Ладно. Вот как-то так. И еще одна. Как раз уже есть, ничего выбрасывать, что ли? Эх! Все. Свинюшка наша. Кто-то осталось, чтобы кто-то крутил. Значит, почему поросенок готовится в маленьком... Пока маленький, потому что его невозможно кастрировать. Зрители моего канала знают. Зрители твоему канала рассказываем. Дима, став камеру, иди в кадр. Я же говорил, и где они бери? Где были? То есть, его невозможно кастрюм. В данной ситуации у этого поросенка, его яички были приросшие к почкам. Эту операцию можно проводить, но не в этих данных условиях. Это надо было бы хозяину Михаилу держать этого поросенка возле кроватки. Сын жить и ухаживать, чтобы он меньше двигался. Да не на случай. Короче, если бы мы его сейчас не приготовили, скорее всего, он бы просто умер. Вот и все. На данном этапе мы его не солим, не мажем ничем, ничего. Просто помыли и ставим на угли, и крутим потихонечку, первые 15-20 минут. Опускать ниже, наверное, немножко. Да? Да. У тебя проще, у тебя покрутило-опустило, а у меня... Не, не вобьется. Все, все, наверное. Сейчас ты, сейчас ты, Толя, тут он медленно идет. Только в какую сторону? Правильно-тайно. 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 Выключи. Должно будет чуть-чуть зарумяниться. Ну, покрути. Проходишь шампура. Все. Все. Убираем этот огонь чуть-чуть подальше. Он всем нам не помешает, но и большого тоже не надо. А вот так сбоку все отлично, пускай подгорают. Будем ждать угли, которые прогорели уже. Ну что, сейчас у нас свинка жарится, мы решили пожарить лук. Ну, лук с печенью, конечно. Смотрите, какая красота. Тут еще дыма меньше было. У нас погода немножко подводит. Дождь пошел. Но для свиньи это очень даже не плохо. Нам не надо ее поливать. Экономим на воде. Слышь, а я думал, ей не жарко. Не, она чуть-чуть подсушивается. Это очень круто. А так бы мы ходили бы, искали какую-нибудь кисточку и еще бы мазали водой. А так у нас все капает сверху. Чтобы нашей свинке появился вкус, нам надо сделать немножко соус, который будем чуть-чуть попозже смазывать. Вначале сходим в лес, вырвем пару веточек, чтобы была кисточка. Но до этого пока рано. Берем какое-то масло. Вот здесь на хуторе нашли. Чтобы у меня потом не спрашивали, что мы туда лили, ложили. Ничего не знаю. Так, какой-то соус. Написано, острое и томатное. Чуть-чуть. Чуть-чуть соевого соуса. Вышел бы какой-нибудь рекламодатель на нас, мы бы прорекламировали. Ну, так как нет, так нет. И, правильно, лимончик. Так, свежесть и вкус. Так, чуть-чуть сольки. Еще от бабушки 40-х годов. И можно немножко минералочки. Все, все тщательно перемешиваем. И пойдем мазать свинку. Очень даже ничего. Мы в лесу. У нас кисточек силиконовых нет, китайских. Но зато есть природные кисточки, натуральные. Я думаю, у Михаила веревочка есть какая-нибудь? Ну, ниточка. Ниточка. Нам сам араб. Говорит что-то, не говорит, не знаю. Ну, если можешь, то еще говори. Я могу говорить. Но надо мазать. Меньше текста. Ты знаешь, я снимаю плохо. У меня, Игнатий, лучше снимают. Пока ты мазал, я снимал тебя. А должен был поросенка. Переворачивай. О, какая красота-то. Посмотрите. Ну, сколько можно уже съесть? Терпение закончилось, пора резать. А вилочка? Вилочка сейчас дам. Нет. Короче, мы вот здесь резанем. Я чувствую. Готово. Ты бы и тоньше резал. Ты уже так толстно берешь. Скоро. Да, еще с другой стороны. Или для попробовать парень. Попробуем. Попробуем, а дальше будем резать. Иди. Ребра. Отрезали ребра. Ой-ой-ой. Смотри, как они. Как у кролика. Достаются, как готово. Вот, 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 нет. А, соль-ка чуть-чуть. А вот теперь пробуем. А надо ждать, чтобы соль-ка пропиталась. Не, не надо. Ну. Это шедевр. Не, очень вкусно. Даже не на камеру, но это очень вкусно. Давайте все, тушите камеру. Гоем есть.